Всем привет! Всем доброе утро! Так, сейчас буду краситься потихонечку. Так и не изработала у нас, к сожалению, канализация. Ну, то есть канализация работает, слив из нее не работает. Слив из нее как замерз, так и все. И никак его не получается отморозить, к сожалению. Приходится принудительно откачивать его из средней камеры. Вот, чтобы можно было пользоваться водой, продолжать там туалетом, канализацией, ну, всем чем. Все, что нужно. Но, да, пока так. Ждем, может быть, потеплеет немножечко и получится его как-то вернуть к жизни. Купили в итоге, Маша, вчера в магазине цифры на торт. И цифры, и свечи купили на торт. Хотим в итоге сделать и то, и другое. То есть, скорее всего, это будут две цифры и к ним восемь свечек еще. Теперь о важном и тихо, потому что Манька там уроки делает. Я не хочу, чтобы она услышала. Короче, мы ей вчера все-таки купили набор, но, правда, собирали его сами. Тот набор, который лежит в Элдерис у нас, мы его, наверное, вернем. Он прям совсем детский-детский. Мы ей вчера набрали в Элитуаль. Взяли косметичку. Я просто ничего не снимала, потому что нам вчера уже было, честно говоря, не до съемок. Нужно было найти уже что-то такое действительно подходящее. Я покажу на день рождения на ее, когда она найдет это все. Мы там взяли, правда, мало декоративный, взяли ей косметичку, взяли зеркальце, взяли блестки там, такое вот. Гигиенички интересные очень детские. Короче, покажу. В общем, у нас задумка такая. Мы хотим сделать ей день рождения в виде квеста. Точнее, квестом она будет искать свои подарки. Да. Ей очень интересна эта тема. Она про нее говорила. Она мне тогда на день рождения делала квест. Я хочу ей, мы все вместе, сделать ей квест длинный. Дело в том, что подарков получилось достаточно много. Мои родители, Димина родители, мы с Димкой. И мы хотим их, как это сказать, смешать все вместе. Не будет понятно, кто чего от кого. И чтобы все эти подарки она в виде квеста целый день искала с утра до вечера. Там утром встала, иди честь зубы, да. И там что-то в ванной она там находит, записочку какую-то, которая намекает на следующий. Ну, может быть, в виде загадок, еще что-то. Вот. И в итоге мне хочется, чтобы она целый день искала по подарочку. Так что, мне кажется, должно быть очень интересно. И не просто так. А только кто подарит все подарки разом и все. Мне кажется, это немножко скучно. Ребенок очень ждет свой день рождения. И в этом году не получается отметить его с друзьями. Поэтому решили вот так. Вот что-нибудь этакое. Вчера так мельком показала в магазине вот эту книжку. Пустые холмы по ту сторону реки. Марина Казинаки и София Авдюхина. Это четвертая часть «Ярелиной рукописи». Я прочитала все первые три книги и начала ее читать на электронке. Я не планировала ее покупать. Но, так как мы вчера ездили в торговые центры, мы вчера в последний, когда заехали, я увидела «Читай город». Думаю, ну все, я не могу, но должна же я себя хоть чем-нибудь порадовать. Вот. И зашла. На самом деле, без особой надежды. Думаю, вряд ли там будет эта книжка. Сначала так сама посмотрела, но не нашла. Вот. И в итоге подошла на кассу, говорю «Есть». Они такие «Есть». О, думаю, да ладно, ничего себе. Ну, стоит она, конечно, прилично. Она стоит 748 рублей в «Читай городе». Короче, это дофига. Наверняка она где-то стоит дешевле, но купила и купила. Я теперь покупаю книжки редко. Эту я купила исключительно, потому что у меня есть в бумаге первые три части. И я подумала, что чтобы коллекция была полной, мне серия понравилась, думаю, куплю четвертую. Думала еще спросить у них по поводу «Сквозь зеркала», четвертую часть «Граница миров», по-моему, называется. Но так и не решилась. Я не знаю, может быть, чуть позже я докуплю и ее тоже. Не знаю. Но пока начала эту. Бумага, конечно, у нее так себе. Такая очень тонкая-тонкая газетная. Прям аж просвечивается. Такая прям тоненькая-тоненькая совсем. Но чувствуется, что история такая же уютная, такая классная все. И начинается очень уютность деревни, с запахов блинов. Вот это. Вот это змейка, как называется? Это гадюка. А это что? Мне кажется, это уж. Уж. У него ушки вот эти вот. Уж. А вам не описывали разве что это такое? Нет. Нам описывали только гадюку. Понятно. И как вам описывали гадюку? С чего ты решила, что это она? Потому что в учебнике было написано, что змея, которая полосатая, они типа распространены у нас в России. Это называется гадюка. Ужи, по-моему, с ушками вот такими вот. Рыжими. Да, оранжевыми. Это ужи. Пытается доделать все уроки, чтобы потом на день рождения на свой делать поменьше. Ей все равно придется делать классную, но хотя бы, может быть, не придется делать домашнюю. У нас суббота это дистанционная. И вот пытается, пытается. Старайся, старайся, котенок. Тогда только классную сделаешь и все. А гадюка и ужи пишут с большой, да? Нет. С маленькой. Ужи. Две буквы. Дочитала пока до второй главы. Медовый спас. Я так соскучилась. По запаху книги. Ругался вчера на меня кто-то из-за этой книжки. Красота. Здесь уже почти готов крем. Крем для тортика для нашего стоит, настаивается. Он уже густой. Скоро будем намазывать коржи, складывать, собирать торт. Здесь мяско. Очень вкусное. Кушать будем. Так, здесь у нас морковка, лук. Ну, в общем, по полной программе все. И, наверное, будем гречку к этому готовить. Здесь ждут в своей очереди коржи. Тоненькие-тоненькие. Их много-много. Красота. Ломаются на раз, поэтому трогать особо не будем. И вот на этой же деревяшечке будет и торт. Надеюсь, он влезет в холодильник. Тут уже стирка отстиралась. Маша уже, конечно же, перетаскала все свои новые леггинсы, новые кофточки, которые ей привезли. Она уже быстренько схватилась. Ведь все такое с цветочками, все такое разноцветное. И так все это дело понравилось. Очень классно. Там, по-моему, даже не осталось еще неношенных леггинсов, насколько я знаю. Но пока, конечно, все это дома, потому что у нас холодно. Хотя одни теплые леггинсы, которые с начосиком изнутри, она носит иногда вместо колготок под штаны свои, которые на улицу одевает сноубордические вот эти вот, ну, нижние детские. О-о-о-о, ну все, капец. Дама, приветку, Вика, где дама? Где дама? А, ты филетка женского пола. Давай. Дама в беде. Дама, в принца будем играть? Давай. Не принц. А не только принц, ты у нас уверен, это мне нравится. Стой, куда? Ой, кошмар. Ты видел у нее весь шарф? Видел. Помогите тебе, Даме. Сейчас. Самому вылезти. Сейчас на бабушку себе рука сделает. Всю дорожку засыпали. Быстрей, чтобы бабушка-дракон придет. Бабушка-дракон. Принц. Принц, ты на лопату достанешь. Принц. А где эта лопата? Ну, где. Ой, у тебя снег весь уже там. Я знаю. Смотри, что и снег там. Я это, в общем-то, чувствую. Кошмар. Манька, давай впервые. Давай. Убей. Ура, ура. А саду будем делать, Маня? А моя лопата где? Да. Ой, кошмар. Давай. Ужас какой. Хочешь с нами поехать? Не-не-не-не-не-не. Разбирайся потом, кто будет. Ну, а так же не я. Сейчас снова едем в Клин. Вчера отмораживали машину в гараже здесь. Поставили пушку тепловую. И у меня отморозилась эта вот брызгалка на лобовое стекло. Так что все нормально. Я думала, уже придется в сервис ехать и ее как-то, я не знаю, подсоединять обратно. Но вот дворник, правда, пассажирский до сих пор чистит плохо. Не очищает нифига. Заходили в Велгарис. Все-таки решили взять этот сундучок с косметикой. Ну, пусть будет. И все. Будет еще один подарочек. Здесь тени всякие есть. Тут всякое такое интересное, мне кажется, для девочек. Будет и детский, и не детский. В общем, решили так. А у меня некоторые ягоды ломаются. На пупу их ставь. Спасибо за совет. Неприличный. Че это неприличный-то? Папа не очень приличненькое слово. Маш, есть такой термин, поставить на попа. Попа? Да. Надеюсь, это попа, а не попа. Там на этой... Гиперболи. Гиперболи. Еще один стикер. Либо там нам, я не знаю, прикрепим, куда-нибудь. Значит, скоркий снежный пролетает. Круглая подушка. Круглая подушка. Дети она катает. Что это? Ватрушка. Ватрушке, соответственно, в нижнем еще один подарок. Это второй заход. Да. И на третий заход. Все, соответственно. На третий заход так же откуда-то начинаем, да? Как по щучьему явлению. Разжигаем в нем парень. Русские музыка огнем. Очень радует меня. Это решили все-таки туда высунуть. Да, в камень. Значит, один в камине. И там же деньги там, не знаю, сбоку или, может быть, там на свечку прилепим. Значит, это у нас микролновка, это не духовка, а микроволновка еще. Все. Отсекаем в третий, да? И самый последний вечер, значит... А, нет, извините, нет, нет, не так. Вот. Значит, мы ем первый стикер. Вот такой. Это четвертый заход. Вешаем еще один стикер. Значит, я не море, не речка. Ну, не озеро не пруд, но как утро или вечер, люди все ко мне бегут. Соответственно, она идет в ванну, там, на душевой кабине, с внутренней стороны, клеим еще один стикер. Она собирается в душевую кабину и там видит там. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, ну, пара, подушка. Днем они ее позабудут, вечером еще повсюду, ночью же лучшая подружка для меня моя... О, круто. Подушка. Все, и здесь последний подарок. Вот, получается, раз... Гарри Поттеру решили убрать? Ну, какой-то никакой. Ну, окей, хорошо. Получается всего 9 загадок на 8 подарков. В смысле? Ну, потому что к подушке двойной подход. Нет, их будет 9. Почему? Мы пересчитали 8. К вечернюю подушку, я знаю, что ее положить. К вечерней подушке. Что? Маску сетинамику. Ну, блин. Ну, тогда... Чего ты? Нормально все? Ну, тогда, тогда, да. Под подушку надо положить, будет его, и все. Все, тогда, соответственно, 8 в ванне еще один подарок, и 9... Я вот единственное, что я не распределял пока, что какой подарок, куда... На 8, на 9 поставь маску. Единорожка. Ты единорожка, мой единорог. Для меня моя единорог. Для меня моя единорог. Так, что-то у меня еще осталось. У меня большой... А, у меня большой... Это сатри, это не надо. Да, это все, это уже мы использовали. Теперь что, где? Значит, смотри, там есть запакованная одежда, там есть дженга. Там есть, например, вот эта вот 3D-ручка. Ну, то есть, это вещь, которую, в принципе, можно было выложить на холод. Дженгу в камин. Ну, если... Да. Дженга просто запакована. Ну, как бы она в бумаге, в упаковочной. И если ее туда положить, там будет грязно просто. Нет, ну, в пакет. Ну, можно. Вот, значит, смотри, да. Что можно на улицу? Что не замерзнет? Одежда не замерзнет. Одежда не замерзнет. Так, значит, смотри. Зубки ля-ля-ля. Значит, первый подарок, это у нас что? Это у нас подарок... Цветы... Шарик и... Шарики, наверное. Шарик. А что не шарики? А какой ты хочешь шарики? Ну, просто набор из нескольких шариков. Потому что... Ну, боимся их везти. Как их везти? К стулу привязать. Или лучше, знаешь, что это вот фольговый шарик. Они хорошо держат. Нет? Ну, короче, мы посмотрим за завтра. Ну, да. Да, что там будет. Так, шарики. И какой-то один подарок. Какой хрен он замерзнет? На завтрак, что ли? Да, на завтрак. Будущая десятилетняя женщина. Не будущая, а почти. Почти десятилетняя, мадам. Да, от несколько часиков осталось, да и всё. Так, ложись. Ты сейчас головой стукнешься об свой потолок. 24, 0, 1, 2, 0. Забыла. 23, 24, ой, 23, 0, 1, 2. Подожди, 23, 24, 1, 2, 3, часа ночи. 5 часов осталось, Господи. Да, 5 часов. Быстрее ляжешь, быстрее уснешь, быстрее наступит утро. Да, только тогда классно будет. Ну, классно, да, немножко надо будет. Зато ты сделала всё на субботу. А домашку в воскресенье, ладно? Классная же будет в этом. Что в этом? Подожди, домашку в воскресенье? Ну, а домашку на понедельник сделаешь и в воскресенье. Завтра сделаешь только классную, и всё. Потому что у тебя завтра днюшка. Да, в субботу и так будет много хлопоты учителей. Всё, дистанционные субботы. Ложись! Всё, споки-ноки. Засыпай быстрее. Хорошо? Спокойной ночи. Споки-ноки, а у тебя есть влевенька? Тебе зачем? Чтоб поскорее уснуть. Обойдёшься, так засыпай. Используйся, так засыпай. Продолжение следует...